МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЕКТВ новости в студии Мария Давыдова. Смотрите в этом выпуске. Вроде не живые, не мертвые. Мучаются, а не растут. Территория загрязнения. Кто превратил карачаевские поля в мусорную свалку? Прорваться на другую сторону. Балабановцы просят о новом безопасном ЖД-переходе. Почти без декорации, но с верностью классике. Калужский зритель увидит Евгения Онегина. Владимир Путин сегодня вручил ветеранам юбилейные медали по случаю 70-й годовщины Победы. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Среди награжденных наш земляк Александр Унтилов. Он прошел всю войну, участвовал в Курской битве, а освобождал Калужскую землю от оккупантов. Сейчас Александр Яковлевич возглавляет городской совет ветеранов, входит в состав Совет старейшин и Комитет Победа. Приняв бой в самый сложный час и в самой жестокой войне в истории человечества и нашей страны, вы выстояли и победили. Терпели лишения и жертвовали собой. Без остатка отдавали все силы и сберегли Отечество. С знаменитой советской фильм «В бой идут одни старики» открыл торжественные мероприятия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Они посвящены 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости. Несмотря на то, что киноленте уже более 40 лет, сегодня она обретает актуальный политический подтекст. Ведь герои фильма – выходцы из разных республик СССР – России, Украины, Грузии, Узбекистана. Калуга почтила память защитников Отечества цветами. На 12 городских мемориалах прошли митинги. В них участвовало около 60 ветеранов, а также представители власти и школьники. Они возложили венки и гвоздики к вечному окню на площади Победы. Участники митингов уверены, память воинов, которые отстояли свободу нашей страны, нужно беречь, чтобы ужасы войны не повторились. Мне было 12 лет, когда война началась. Вот понимаете, все стирается из жизни. Но вот годы войны, вот не один день у меня. Я вот сейчас представляю, вот как все это было. Это было ужасно, и не дай бог это пережить. В числе тех, кто принес к вечному огню живые цветы, ученики 23-й Калужской школы, где работает клуб «Вятичи». Он готовит настоящих патриотов и защитников Родины. Женщины, они, как правило, на войне не участвуют, но это, во-первых, моральная поддержка и, наверное, какая-то физическая поддержка. То есть это, опять-таки, сестры милосердия, которые помогают. Думаю, защищать готовы, потому что не зря все эти фильмы. Мы приходим на 9 мая, парады. То есть это развивает нас специально, это чувство гордости, патриотизма, чтобы в какой-то момент быть готовыми. В преддверии 23 февраля всех ветеранов поздравили и в областной филармонии. Перед калужанами выступил ансамбль песни и пляски внутренних войск дивизии имени Дзержинского. Танцевать начали еще до концерта, убедился Андрей Ткачев. Все гостей торжества, музыкой белых времен встретили еще в фойе. Несмотря на преклонный возраст, ветераны не упустили возможность показать, что есть еще порох. Одним из гостей праздника стал Алексей Климов. Слепота ветерану чеченской войны никак не мешает наслаждаться патриотическими песнями. На подобные концерты он ходит постоянно. Говорит, что именно такая музыка самая проникновенная. Во все времена государственности российской песня сопровождала воинство и в древние времена, и в современном мире. Это очень важная вещь. В основном песни пишутся проникновенные именно на полях сражений, и они потом придают силы и уверенности в завтрашнем дне. Ансамбль имени Сдержинского за полтора часа в режиме нон-стоп исполнил десятки песен, которые давно известны любому патриоту. Но только на этом решили не останавливаться. Осталось место и для современных технологий. Эксперимент оказался удачным. Весь концерт в Купе дал гостям огромный заряд патриотизма, что и было его целью. Хороший, хороший. Дух военный, понятный, да. Вот, московь нормальная. Прямо вот здесь дышало все патриотизмом со сцены. Обязательно, если бы вот этот оркестр больше наша молодежь видела, слушала, конечно бы рост патриотизма был. С ветеранами согласен и солист ансамбля Александр Николаев. Военные песни он исполняет уже шесть лет. И уверен, что музыка хоть и не новая, но всегда актуальна. К плечу, к плечу идут российские войска. И пусть военная дорога не летка. Мы будем с ветерами, правдами служить России. Я надеюсь, надеюсь, что молодежь, которая слушает наши песни, понимает наши отношения, также и патриотики, и отношения к родине, к военной службе. И мы их призываем к этому, чтобы у них тоже это развивалось, поднималось, и боевой дух. И вообще, я хочу сказать и обратиться к нашей молодежи, что в армии, являясь военнослужащим, я могу смело сказать, что в армии по-настоящему служить почетно. Как оказалось, молодежь действительно понимает. Именно их песня закрывала праздничный концерт. И звучала особенно свежо. Андрей Ткачев, Александр Бурылкин, телекомпания НИКО-ТВ. Ветеран не только войны, но и спорта. Житель коллегии Александр Набатов, несмотря на солидный возраст, до сих пор пример стойкости тела и духа. В преддверии патриотического праздника с ветераном-спортсменом пообщалась Алисия Тятникова. Надеваюсь так, тоже занимаюсь так, то так. Ежедневно ветеран войны Александр Набатов дает бой возрасту с помощью 5-килограммовой гири. Я делаю без всяких рекомендаций врачей сам для себя, что я хочу и что мне идет. У защитника Отечества первый разряд по лыжам, третий по гимнастике и штанге. За плечами участие в 10 марафонах, в том числе международных. Несколько лет назад маршрут от Калуги до Гагарина он преодолел бегом. Я бежал в группе уже пожилых людей. И, соответственно, мы бежали за раз где-то до обеда и после обеда 20-25 километров. А вот избежать войны ни ему, ни его будущей супруге не удалось. В 41-м она ходила в первый класс, ему едва исполнилось 14. Учебу сменили другие дела. Копал противотанковые рвы в нашем районе Горьковской области. Дали доты, дизоты, земельная такая работа. Вот это потом в 42-м году под Москвой строили аэродром для самолетов. То же самое-то недолго было. А уже 43-й год, а 43-й год я призвался в армию. Он служил в Прибалтике, а после войны поступил в военное училище в Горьком, где после курсов машинописи работала его будущая жена. Он отучится и уедет в Москву, но скоро вернется, чтобы остаться с ней навсегда. Он приехал, и вдруг меня в проходную вызывают. А я работала в машинобюро, всю жизнь машинисткой работала. И я прихожу, я вызывала мастера, у меня машинка сейчас поломалась. А время было уже 5-6 вечера. Выхожу, смотрю, стоит Аркадьевич. Вот в гражданском он приехал. Ну и все. Он и говорит, давай собирайся, поехали домой. Я на такси. Они вместе 61 год. Офицерская семья успела пожить на Дальнем Востоке и на Камчатке. И только потом осела в Калуге. Здесь, в канун Дня защитника Отечества, о них не забывают. Председатель законодательного собрания региона Виктор Бабурин собрал ветеранов войны и спорта, чтобы поздравить их с праздником и получить совет. И сейчас, конечно, вот ваш опыт, ваша мудрость, ваше слово очень во многом могут повлиять на то, чтобы как нам сплотить, как нам сплотиться. Он подает пример не словами, а только делом. Крепкая семья, сын и дочь, четыре внука, пять правнуков, крепкие нервы. Бегать Александру Набатову два года назад врачи запретили. Но офицер привык быть в форме. Всегда. Олеся Утятникова, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКО-ТВ. Ситуация в экономике требует сложных решений, заявил Дмитрий Медведев. Премьер отметил, что бюджет на этот год готовили в условиях, которые сильно отличаются от сегодняшних из-за введенных санкций. Поэтому большой объем статей бюджета нужно корректировать, но к каждому направлению подходить с большим вниманием. Работодатели хотят обязать повышать зарплату раз в год. Рассмотреть поправки в Трудовой кодекс предлагают депутаты Республики Карелия, сообщает газета «Известия». Предполагается, что минимальный размер увеличения будут определять региональные власти в зависимости от уровня жизни, прожиточного минимума и роста цен на товары. Размытая формулировка действующего законодательства приводит к тому, что работодатели из коммерческой сферы полагают, что индексировать зарплату должны только бюджетные организации. Жители деревни Карачево бьют тревогу. В местных колодцах повышенное количество нитратов. С чем это связано и как можно изменить ситуацию, разбиралась Анастасия Юрко. Виктор Соломонов живет в Карачево более 30 лет. Он застал еще то время, когда все в округе поля были засеяны, а река Яченко была широкой и чистой. Поэтому ему вдвойне обидно наблюдать, как медленно вымирает этот край сегодня. Поля превратились в городскую свалку, воду пить противопоказано, деревья и те отказываются расти. Вижу, что они сейчас растут и принимаются не так, как те раньше. Те раньше сразу в росте, за 4 года вот этим деревцам был бы метр. А то вот стоят, вот в каком виде они, как и стоят. Курчавица, вроде не живые, не мертвые, мучаются, они растут. Вода и почва в здешних местах перенасыщена нитратами. Отсюда и проблемы со здоровьем и у людей, и у растений. Это жители узнали благодаря частной экспертизе, которую провели в прошлом году. Жители частных колодцев заметили желтизну и запах. Они взяли и провели сами свое исследование. То есть сдали на свои деньги, сделали результаты и показали, в 1,8 превышают нитраты. Люди уверены, причина этому снег и мусор, который сюда вывозят. Именно он, посыпанный реагентами и пропитанный выхлопными газами, загрязняет здешнюю почву и воду, а в результате и организмы людей. Все ингредиенты, все минеральные удобрения, все нитраты, все присутствует на этом поле. Площадь здесь огромная, этой свалки. И мы думаем, что эта свалка повлияла на то, что нитраты попали в нашу питьевую воду, в колодцы. Потому что другой воды у нас нет никакой. Обиднее всего было узнать, что нитраты обнаружили здесь еще в сентябре. Только об этом не сочли нужным предупредить жителей. Сегодня они настроены решительно, готовы завалить инстанции жалобами. Лишь бы ситуацию не пустили на самотек. Вот и сейчас. Камазы едут выгружать грязный снег, а люди готовятся к новому скандалу. Только увидел в камеру, машины попятились назад. В Министерстве строительства ЖКХ с тем, что вода загрязнена из-за свалки, не согласны. Они считают, что виной всему Яченко. Колодец расположен в пойме реки Яченко на расстоянии 30 метров от правого берега реки и подвержен активному влиянию поверхностных вод. В Управлении городского хозяйства утверждают, что дорожный снег не может стать причиной появления нитратов, так как обрабатывается исключительно солью и песком. Может, раньше территории, близлежащие к Карачево, использовались Карачево птицефабрики для поля бы водилки навоз. Возможно, может, от птичников. Может быть, это причина. Может, еще какая-нибудь. Люди устали от споров и надеются, что окончательное слово скажет Роспотребнадзор. На минувшие недели сотрудники ведомства взяли образцы и на следующий должны озвучить вердикт. Сейчас проводятся микробиологические, санитарные и химические исследования воды. Предварительные результаты будут известны на следующей неделе. После этого сотрудникам ведомства предстоит провести ряд экспертиз, чтобы в конце концов докопаться до истинных причин повышенного количества нитратов. Анастасия Юрко, Алексей Пехов, телекомпания НИКО-ТВ. Жители Балабанова просят построить безопасный переход на железнодорожные станции. Сейчас по пешеходному мосту через пути с трудом проходят инвалиды, пожилые люди, родители с колясками. Не каждый может пройти и по наземному переходу, который уложен на одном уровне с путями. По ту сторону железной дороги находятся все социально значимые объекты – школы и больницы. По словам граждан, в этом месте даже произошло несколько несчастных случаев со смертельным исходом. Это вообще неудобно. Постоянно стоят поезда, здесь музыкальная школа, какое дети, я не знаю. То есть надо что-то с этим решать. Это просто ужас, особенно утром. Постоянно неудобства. То они что-то ремонтируют, вот такие вот это все голое остается, резину поднимут. То постоянно у нас стоят составы. Постоянно, абсолютно. Там уже сколько мы бьемся, чтобы сделали хотя бы вот эти полозья на мост. Ладно, мы согласны туда ходить, но сделайте полозья под коляску. Нет. Я говорю, это вот сейчас бежать за ребенком, а у них привычка, где-то с 4 до 5 постоянно стоят составы. Постоянно людей сбивают. Постоянно. Я говорю, вот я еще когда помню, первая девочка ходила беременна, меня муж отвел, прямо вот тут человека разнесло. Просто печально даже, можно сказать. Вот. Хорошо бы, конечно, если бы здесь сделали переход, было бы намного лучше нам ходить. Потому что, представляете, вот с колясками ходит еще там, или с сумками тяжелыми. Тем более у нас вот дорожка, видите, здесь, нам приходится туда идти через переход, потом возвращаться. И, конечно, мы даже под поездами, вот, конечно, иногда подлезаем, потому что торопимся, все может случиться. Очень неудобно. Вот сейчас, видите, едет локомотив, у меня вот сейчас мама, пожилая пенсионерка, будет идти, как переходить, не знаю. До электрички 10 минут. Люди очень учатся. Все учреждения, которые здесь есть, находятся в этом стороне. А там вообще оно никому не нужно. Хорошо, конечно, если бы вот так тоннельчик был. Там спустился по лестнице и там поднялся, было бы намного легче. Из-за кризиса РЖТ сократили финансирование. Поэтому областные депутаты законодательного собрания подготовили обращение в адрес Дмитрия Медведева о строительстве безопасного перехода Балабанова. Еще одна вспышка африканской чумы свиней выявлена в регионе. Вирус обнаружен у трех кабанов, которых добыли на охоте. Это уже второй случай в этом году. В начале февраля вспышку вируса нашли на территории заповедника Калужские засеки в Ульяновском районе. Также от павшего кабана. Сейчас в очагах заболевания проходят все необходимые мероприятия, чтобы не допустить распространения вируса. При отплановом отстреливании во время охоты шести кабанов и при мониторинговом исследовании в одной пробе был положительный результат. Когда отправили в ПКРО для подтверждения, то там у них получилось по трем пробам ПЦР. Диагноз ставится комплексно. В одной пробе, которая выявлена у нас, они подтвердили ее еще две дополнительные пробы. Но это о том, что животные, они просто были инфицированы, но еще они не выделяли возбудителя и не предоставляли такую опасность, что они заболеют и будут заражать других животных. Звезда мирового уровня, народный артист России, певец Владимир Маторин, сегодня выступил в областной филармонии. Это артист, которого считают за честь пригласить и Метрополитен, и Венская опера, и Ласкало. Совместно с оркестром русских народных инструментов имени Тришина артист выступил с программой «Когда душа поет». Калужане услышали несколько популярных оперных арий, романсы и русские песни в обработке. Владимир Маторин давно поддерживает дружеские отношения с артистами нашей филармонии, но в Калуге он не был давно, около 10 лет. Он всегда остается русским певцом, и когда такие оперные солисты приглашаются куда-то, всегда прежде всего хотят в них услышать то русское начало басовое. И, конечно, он один из лучших исполнителей Бориса Гудунова, Досифея, Иван Сусанин. Осенью он пел в большом премьеру новой постановки Сусанина. Он просто по фактуре, сейчас увидите, ему даже гримироваться не надо. Он хороший такой, чисто оперный русский певец. Но основная цель концерта – благотворительность. Средства от продажи билетов пойдут на восстановление храма «Преображение Господня» в музее-усадьбе «Полотняный завод». Семейный храм рода Гончаровых был разрушен в 30-е годы 20-го века. До весны 2014-го на его месте располагалась фабричная столовая. Сейчас ее демонтировали, провели раскопки и обнаружили сохранившиеся моменты фундамента. Афанасий Гончаров и его потомки нашли упоение в стенах храма. Более того, не только в этом храме были Гончаровы. Подняли метрические книги храма. И обнаружена была запись, где сказано, что Николай Иванович Кирогов, известный наш хирург, венчался в этом храме в 1850 году. И многие там знаменитые личности были. И монархи, так и военачальники, в том числе и Кутузов. И очень такое значимое историческое место. Последнее приготовление перед премьерой в Калуге прозвучит Евгений Онегин, Петра Ильича Чайковского. В этом году исполняется 175 лет со дня рождения композитора. 25 февраля на сцене областной филармонии зрители увидят одну из самых популярных в мире русских опер в необычных декорациях, точнее, практически без таковых. В остальном же постановка будет классической и очень душевной, уверяет Наталья Вепринцева. Еще одно прочтение знаменитой оперы Чайковского представит творческая команда во главе с режиссером-постановщиком Полиной Бертен, художественным руководителем Калужского молодежного симфонического оркестра Михаилом Симоняном и хоровым коллективом Тульского государственного театра. Каждая репетиция на вес золота собрать участников очень сложно все в разных городах. Жесткий график гастролей диктует темп жизни солистам. Вероника Джиоева, Татьяна и Юстина Грингите, Ольга, появятся только перед премьерой. Режиссер разбирается со светом, сценография проникает с обстановкой. Перед дирижером не менее сложная задача – всех объединить, вселить уверенность. По-моему, позитивно. И самое главное, что позитивная обстановка внутри коллектива у солистов, у нас с солистами. Ну и, конечно, мы ждем с нетерпением приезда наших двух мировых звезд Вероники Джиоевой и Юстины Грингите. Хорошо, что в команде «Универсалы» пока Татьяну поет помощник режиссера девушка по имени Мила. Его величество случай вот уже 136 лет воскрешает для нас на сцене образы идеала русской женщины Татьяны, потерявшего интерес к жизни Онегина, ну и, конечно, судьбу поэта Владимира Ленского. Сыну известного русского пианиста Алексея Черкасова Филиппу Черкасову терять своего героя придется уже во второй раз. В 2013 он сыграл Ленского на сцене Пермского театра. Партия сложна своим стереотипом. Поэт, романтик, жертва. У всех на слуху вот это вот «Куда, куда?» Вот, ну, как бы, прошло уже много лет, и голос у меня не лирический тендер. У меня голос, который называется «Спинто», это голос немножко ниже. Мне можно петь Хозе, мне там можно будет петь Германа. Ленский у меня не получится, все равно вот совсем такой девственно-кристальный. Тем не менее, это человек, в котором существуют мужские качества. И просто сама природа дает возможность сделать его вот таким. Это человек, у которого есть позиция. Это человек, который просто очень эмоциональный, поэт, творческий. Но его как-то друг предал. Мне лично не кажется, что Онегин такой чудовищный циник и мерзовец, как считают многие, опять же, критики. Я думаю, что этот человек несколько потерянной души, который хочет себя обрести, но сопутствующие факторы его жизни, и события, которые происходят, не дают ему стать более теплым по отношению к другим и по отношению к себе. Но восхвалить я не хочу, сейчас за нее вам отплачу. Все элементы спектакля подчинены одному – донести до зрителей эмоции героев, лирические мотивы и трагическую ноту. Эту задачу ставят и дирижер Михаил Симонян, и режиссер Полина Бертен. Это ее первая работа на калужской сцене. До этого было несколько оперных постановок, работа на одном из федеральных каналов, продюсирование фестивалей, в частности, поющей Москвы. Эта постановка, она очень классическая. То есть там нет никаких, извините, из-под выпадвертов. Просто простым языком, простыми отношениями рассказана история. И моя задача как раз была такая, что если школьник, студент придет и посмотрит, он узнает, наконец, что такое Евгений Онегин. Первыми Евгений Онегин увидят наши соседи. 24 февраля спектакль сыграет на сцене Тульского дворца культуры железнодорожников. Затем Калуга. Время Че – 25 февраля, 19 часов. Областная филармония. Наталья Вепринцев, Александр Бурылкин, телекомпания НИКО-ТВ. И снова кот и вновь герой интернета. На сей раз найден интересный способ согреться холодной зимой. С первых кадров видно, какое наслаждение рыжему коту приносит обогреватель. И чтобы получить максимум тепла, он даже принял соответствующую позу. Удовольствие столь сильное, что неизвестно, кто еще громче – прибор или кот. Ну а новости спорта узнаем у Антона Носова. Здравствуй, Мария. Наши спортсмены радуют нас как на региональном уровне, а также на международном. А сейчас обо всем подробнее. Своё 20-летие отпраздновала детская юношеская школа Анненке. В Калуге прошел праздничный концерт в честь юбилея крупнейшего спортивного учебного заведения региона. Подробности в нашем сюжете. Восемь видов спорта. Уже 20 лет спортивная школа Анненке принимает свои ряды юных спортсменов и воспитывает чемпионов в футболе, боксе, дзюдо, легкой атлетике, гиревом спорте, баскетболе, пауэрлифтинге и даже очеребиатлоне. Сегодня мы празднуем 20-летие со дня образования детской юношеской спортивной школы Анненке. Ну, в своей жизни она претерпела много изменений. Последнее из них – это то, что в школе был присоединен в ходе реорганизации Центр спортивной подготовки сборных команд. Поэтому оно стало более крупным учреждением. Но по своей жизнедеятельности школа, она одна из ведущих, неоднократно занимала призовые места по итогам развития и ведения физкультурно-спортивной деятельности в области. Полторы тысячи – именно таким количеством спортсменов может гордиться школа сейчас. В их числе 8 мастеров спорта международного класса, 15 мастеров и 86 кандидатов. Высоким результатом и отличной подготовке способствует тренерский состав из 22 специалистов. Александр Качан отвечает за футбольную секцию. Сейчас он готовит команды 98 и 2007 годов рождения. Наша спортшкола «Аненки» – областная спортшкола. Я считаю, что она одна из лучших школ. И не только у нас в городе, в области. Ее знают и за пределами области. Часто к нам приезжают в гости другие спортсмены. Мы проводим регулярно соревнования по футболу в том числе. Каждый каникул у нас всегда здесь турниры. Не пропустили юбилей любимой школы и выпускники разных лет. Почетные грамоты и подарки разошлись по адресам и спортсменов, и тренеров. За успешные выступления и большой вклад в развитие спорта. Одна из моих, скажем так, ну жизнь моя, потому что вся жизнь связана со спортом и с футболом. И уже на протяжении 12 лет я играю в футбол, поэтому это уже неотъемлемая часть моей жизни. Праздник праздником, но прерывать тренировочный процесс здесь никто не настроен. Уже завтра спортсмены приступят к привычным занятиям. Кто-то уже готовится к ближайшим турнирам. 21 февраля лучшие дзюдоисты сразятся здесь за кубок губернатора Калужской области. Валерия Кузнецова, Антон Носов, Вячеслав Долгопятов, телекомпания НИКО-ТВ. На чемпионате страны по пауэрлифтингу «Спорт слепых», который завершился в Тульском Олексине, свою силу продемонстрировали 110 спортсменов из 15 регионов. Воспитанник Калужского физкультурного спортивного центра «Лидер» Андрей Евсиков совсем немного уступил в борьбе за награды, заняв четвертое место. В воскресенье пройдет чемпионат области по лыжным гонкам. Спортсмены будут спорить за медали на трассе спортивного комплекса «Орленок». Начало соревнований у женщин намечено на 11 утра, участницы побегут дистанцию 5 километров, мужчины преодолеют 10 километров свободным стилем. А это все новости спорта на сегодня. Спасибо большое, Антон. Далее смотрите прогноз погоды. Всего доброго.